Челы, заходите на стримы. Поболтать можно с этим парнем. В смысле, куда? Возвращаясь к новому голодному маску, хотя бы он был, но прозвучен, живя по-другому землю, он был огромный ученик, который увидел вероятность греха. И теперь, я слышу, что он пришел к землю, самостоятельно, чтобы рассматривать голодный ордер. Я желаю ничего больше, чем искать его инструкции, и, может быть, даже помогать ему в его исследовании. Ты снова, да? Рекусанты отправили лакею. Вы понимаете, что они приглашали меня к ним, сейчас, после того, как они сделали? Я не могу верить это сам. Они думали меня, что я не ловлю? Вы может быть удивлен, что Лерна их взял на сайте. Потом я только хотел спросить. Локация Рекусанты. Это на Моут Гелмире, находясь на старой дороге, которая ведет west от города Винмиллз. Это где они находятся. Манна на пеке. Локация Рекусанты. Ты смеешься на день, когда ты исполнил мою имя, заставляя руки на ланья. Довольство Хослоу сказано в крови, после всего. Это на Моут Гелмире, где они хранят. Довольство Хослоу. Окей, надо туда тоже будет загонять, получается. Так, давайте-ка очнемся, наверное, да? Бля, это просто жесть. Это просто жесть. Это жесть, сука. Что за штука? Это вообще создали такое. Как-то у босса... Вот сразу эксперты типа появились. Как-то у босса магия слишком медленно летела. Дружище, я бы посмотрел, как ты прошел этого босса. Мне вот интересно. Мне вот интересно как бы взглянуть, как ты бы проходил этого босса, так сказать. Вот чисто point of view, как ты проходишь босса. Погоди, а за нее дали вообще какие-то типа темки-то? Великую душу вот эту? Да, великая душа нерожденных. Так. Янтарное яйцо королевы Ренала полуночной. Великая руна нерожденных полубогов совершенствует рожденных заново. Дети Ренала болезненные создания, которые долго не живут. Просто я свахаюсь с чата, конечно. Ебейший босс, супер красивый, ну типа сложный пиздос. Видно, что было очень потно как бы его проходить. Чел в чате. Ну че-то хуйня какая-то, не знаю. Медленно прожектайлы летели, мне не понравились. Че-то ну кал какой-то, не знаю. Бля, я уверен, вот ты, дружище, который это писал, прошел бы его че-то, ну наверное, не знаю, бля. Ну, короче, ты бы дрочил этого босса наверняка долго. Ты бы просто страдал, хуярил и хуярил. Плакал, возможно, кровавыми слезами и так далее. Вот девочка, кстати, ребят, мы ее поить-то будем. Я не знаю, но... Мой, смотри на тебя. Только только раньше я видел двое великолепные руны вместе. Посмотри, там. Покажи шутят с эксюберностью. Покажи шутят с эксюберностью. Многое желание влюблено. Ты получил право, чтобы стать Элден-Лордом. Теперь, искай земля-три и честь с Куейной Марикой, чтобы стать Элден-Лордом и восстановить Голден-Ордом. Сумка с талисманами. Сумка с талисманами. Теперь, поймите, превратите Элден-Лордом. О королеве Марике. Куейна Марика – это ввесел Элден-Лордом, управляющая ее визион. О боге в праве. Но после Элден-Лордом с эксюберностью, она была воприсована на земле. Орден-Лордом, за эксюберностью с эксюберностью. Ох, несмотря на то, что ее неизвестно. Серьезно, без преувеличения, я в полном, конечно, в восторге от того, как игра разворачивается. Каждый великий босс супер кайф доставляет. Да и мини-боссы тоже очень клевые все. ввесел. Конферрируй огромные руны, чтобы превратить Элден-Лорд и присоединить Квинь Марика как ее консорта. Квиньи обрабатывают свою душу. Теперь ты можешь идти. Купить, смотри, можно. Лунная корона королевы. Высокая кор... Агалик можно купить просто. Высокая корона с изображением Луны принадлежит Ринале полнолунной. Повышает мудрость. Когда Ринала, глава Академии Раилу Карии и королевской семьи Карии лишилась своего мужа Родогона, ее сердце разбилось в дребезге. Лишь тогда члены Академии осознали, что напрасно видели в Ринале героиню. Штаны. Которые могут носить только самые... Просто штаны за 40 гривен. Штаны, которые могут носить только самые, блять, недосточтимые чародеи. Просто как... Ха-ха, что это за хуйня? Ха-ха-ха. Что это просто за портки такие белые? Ха-ха-ха. Протертые какие-то. Жестко. Воспоминали... Так, ну-ка. Корианский королевский скипетр. 60 мудрости. Это пиздось. Волшебный скипетр королевы Ринала полнолунной. Изготовлен из блестящего камня под названием корианский синий, усиливающего полнолунные чары. Это изыскнейший из блестящих посох и лишь мудрейший способный овладеть им. Полная луна Риналы. 70 мудрости, бля... Что за пиздос. Файвхеды только смогут это применить. Призывает полную луну и запускает ее во врагов. Ну, это каст, который вот она делала. Самый жесткий такой. Медленно движущаяся луна. Порождает полную луну и посылает ее навстречу врагам. Полная луна развеивает направленные на нее чары. Касаясь врагов, она временно снижает их сопротивление магическому урону. То есть это еще и дебаф. Королева Ринала повстречала это чарующее светило в далекой юности и позднее оно околдовало академию. А, ты. Пожалуйста, оставь меня. Это патетично, я знаю, но... Я... Мне нужно подумать. А, ты. Пожалуйста. Это патетично, я знаю, но... Он говорит, просто отвали от меня. Отчаянный Нефеля. А, ты уже слышал. Верно. Это было, что Харварда было сомневаться. Так что я не был лишнего использования для нее. Важно, что для того, чтобы сделать? Он просто отрекся от нее. Я думаю, что это только что Курина хочет. Просто сказал. Показать ему состав Силовиса. Бля, давайте отдадим мое безелье. Пошел на пизду этот Силовис. Как хочет какую-то из девочки сделать куклу. У нас другой... Блин, ну не хер его. Ну давай попробуем отдать лучше. Я не хочу ему служить. Он гнусный какой-то. Мразь. Окей, он сказал, типа, просто сказать, что все пошло по плану. Просто сказать, что девочка выпила зелень. Блин. Блин. Погнал. Что на новинке? Рани 붙ла в стасисе от Старскерз Радана. Это напоминает мне о чем-то, что я слышал. Есть фестиваль, который был провожим на северном саду Кейлит-Вайлз, в юг, в юге Лимгрейф. Это фестиваль кембат. И я слышал, что ты можешь бороться Радана самим. Блядь, ты ебанутый, что ли? Сука, дай поболтать с волчарой, мудила. Ну, твоя непосредственность, хотя Бориш, не понимаем. Давайте попробуем. Так, смотри-ка. Блин, я не знаю, стоит ли спрашивать о Нифеле, о твоих покоях, так сказать. Вдруг тут, блин, сболтают и сболтают лишнее, это считается, вот, какие-то дополнительные опции. Так, ты не спрашивала пищу? Правильно? Хм... И, может быть, что-то не было. Это конкуртировано из лучших ингредиентов, но, может быть, я должен проверить рецепт. Может быть, я ожидал слишком много, чтобы начать. Ты спрашиваешься в чужих человек, ручиваясь, как ты будешь. Твоя офишность не понимает. Хорошо и хорошо. Ты tricked Нифеле и ехать ее на пищу. Я думаю, что это сделает тебе мой аккомплесс. Ты спрашиваешь за пищу вашего? Ну, обычно, одна из твоих статусов никогда не позволит. Но, может быть, я могу сделать очень специальную экземпцию. Сейчас. Чубы. Дух служанки пальцев, которая так не повстречала погасшую душу, нуждающуюся в ее помощи. Использует целебные заклинания и горшки со святой водой, но в бою от нее толку мало. Кукла метателя горшков. Дух человека, мечтавшего оказаться внутри живого кувшина. С опытом он наловчился бросать самые разные горшки и сосуды. Когда-то воин кувшин сказал человеку без имени. Ты еще не готов присоединиться к моим воинам. Прояви себя. Стань лучше и однажды мы встретимся снова. Но я все равно вряд ли это буду использовать. 36. Так, тут какая-то пещера есть, вот смотрите, да? Нам бы сюда сгонять. Да, тут рыцари. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да, урона у нас уже, конечно, немного. Уже надо качать пушку. По-хорошему. Ну, наверное, все-таки рапиру будем прокачивать эту. Пока что, я говорю. Вот из обычных оружий, наверное, рапиру. Время суток здесь влияет. Время суток конкретно. Можно новых противников встретить, боссов новых. Ночью, например. Опа, золотой семечко. Как он мне? Ну, свою цель он выполняет, ребята. Тут убежище есть с благодатью. Где-то неподалеку пещера должна быть. Кузнечный камень 5. Это очень хорошо. Они что, друг друга отравили, что ли? Да ладно. Или что там происходит? Собо, что происходит? Они взорвались. Кого нам? Это что, место для топ-фарма? Фарм-зону я нашел, ребят. Четыре теперь золотых семечка. Яйц-моментарчик. Вы хотите сказать, что здесь целое поселение? Ну да, кстати, вы были правы. Тут можно подфармить, смотрите, кузнечных камней. И прокачать. Кузнечный камень 5. Хорошие, кстати, камни очень. Кузнечные камни 5. Это, если что, на прокачку... Ну, дальше, чем плюс 10, точно. Если у меня сейчас оружие плюс 8, нужны кузнечные камни плюс 3. Ну, 3, точнее. То, получается, 5-й кузнечные камни. Это, не знаю, может до 15-го качать. А в чем прикол вот этого тумана, ребят? Вы в курсе? Ну, камон. Я даже не вижу этих отравляют. На что мы отступаем вообще? Какие-то отравляют... А, вот такие бомбочки шипастые, да? Нифига. Их еле-еле видно на земле. Охренеть, какая-то мимиковая скоробещина. Ну, камень с нее выполнивай. Здорово. Нормальный удар. Не, если мы найдем какое-нибудь оружие вот особое, уникальное, за камнем рака, смело можно будет качать. Ну, нужна какая-нибудь хорошая прям темка, скелющаяся от мудрости и от ловкости. Не знаю, будут ли такие оружия здесь. Надеюсь, что да. нет, что не будет. Да. Нет. 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 Здесь и убил меня, обозвал руну жителей Низин, залутал. Все, кайфовенько. А маме ни хера нет. Давай, отдыхай. Изогнутый меч бога змеи. Звучит круто. Ди и ловкость е. Ну что это за кал? Изогнутый меч, напоминающий древнего божественного змея. Клинок, которым жители вулкана Гельмир умерщвляли жертв во время религиозных обрядов ныне позабытых. Убийство этим мечом восполняют ОЗ. Прикольно. Некий вампирик такой. Не вампирик точнее, а... Ну, короче, хп регенит за убийство. Нормальная тема. Где мы сейчас и зачем? Я понятия не имею. Мы просто пошли в пещеру какую-то. А это, походу, проход в столицу, что ли. Судя по всему. На плюс 12 кузнечный камень 5. Ну вот я плюс 12 пока оставлю себе. Скейл, кстати, станет A от ловкости. Ну давай-ка очнем. Да, вот он. Так, а тут босс, смотрите, туман уже. Тут уже боссярка. Ну поехали, че. Кто босс? Гигантский нетопырь. Дракон какой-то. Ебан. Блядь, это ящер какой-то или что это? Магмовый зверь Маккар. Вот это пиздос. Маккар. Маккар. Настынь, братик. Блин, настрал говном под тебя каким-то. Стоп, он на две ноги встал? Он теперь на двух ногах ходит, да? Охренеть. Ты че вытворяешь? Макар, успокойся. Улыбок тебе, змей Макар, сука. Это разъёб. Так, подступить к нему надо аккуратно, а то он насрал огнём и доволен. Ебать. Чешуйчатый меч магмового змея. Драконье сердце, он считается драконом. Чешуйчатый меч магмового змея. Сила веры. Ну, конечно, опять на веры, сука. Да что ж такое-то? Кстати, это топ меч, походу, изогнутый двуручник. Физический, магия. СДД. Большой изогнутый меч магмовых змеев, покрыт твёрдой чешуей, по форме напоминает челюсть дракона. Говорят, змеи когда-то были человеческими героями, которых за тяжкое преступление, общение с драконами, прокляли и заставили ползать по земле на брюхе. Магмовая гильотина. Возьмите чешуйчатый меч двумя руками, как если бы червь держал его в пасте. Затем прыгните вперёд и ударьте озим, вызвав взрыв магмы. Используйте повторно, чтобы провести рубящую атаку. Вау. Красивый, волосатый. Мохнатый меч такой с чешуей. Жозень. Можешь показать свои статы. Вот мои статы. Да славится большая дорога. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова